Трагедия, о которой говорит вся страна. Почему тихий парень, как его характеризуют преподаватели, устроил кровавую бойню? Сегодня мы это обсудим с нашими гостями. Что это, слабая психика, холодный расчет или участие третьих лиц? Каким образом ему удалось реализовать свой кровавый план? Был ли это его план или план в принципе? Сейчас вопросов больше, чем ответов. В мотивах постараемся разобраться с психологом Ольгой Войновской и Сергеем Додоновым, депутатом Госсовета Республики Крым, проректором КФО. Конечно, не хватает еще одного стула для кого-то из силовых ведомств, но там пока не готовы обсуждать эту тему. Мы с вами готовы. По предварительным данным следствия, студент-четверокурсник Владислав Росляков заложил самодельное взрывное устройство, устроил стрельбу, безжалостно убивал своих однокурсников и преподавателей, потом застрелился сам. Жертвами кровавой бойни стали 20 человек плюс сам преступник. Просто не хочется ставить его в один ряд с невинно убитыми. Еще 73 человека пострадали. Что творилось в голове этого молодого человека? Ольга, вы как психолог можете объяснить суть происходящего? Что это? Шизофреник, умалишенный, человек с промытыми мозгами. Вы знаете, у нас же есть уже на сегодняшний день ряд версий, что могло послужить, если говорить о психологических причинах. Есть предположение, что, скорее всего, это некоторая компьютерная зависимость, которая в определенный момент, если подросток очень долго играет, посвящает времени этому, он очень часто не различает грань между реальностью и виртуальной реальностью. И все-таки больше склоняемся к тому, что это какая-то уже патология, возникшая на вот этой зависимости в компьютерные игры. Конечно, психическое. Психическое, совершенно верно. Но диагнозов, конечно, мы не ставим, и, собственно, ставят диагнозы психиатры, и эти заключения мы же посмотрим у медицинских специалистов. Но есть версии, конечно, что могли быть тут и наркотики, хотя это тщательное, спланированное такое действие, навряд ли было бы с наркотиками так организовано высоко. Я думаю, что это такой вид социопатии, психопатии определенного типажа, которая, собственно, под влиянием других различных факторов привела к этой трагедии. Сергей Владимирович, как Росляков смог через охрану, через, в принципе, вахту пронести в колледж две сумки, ружье, еще полтора... Ты... 150, да, если я ошибаюсь, 150 патронов. Вот к чему тогда все эти меры контртеррористической безопасности? Ну, я бы сейчас не акцентировал внимания на том, как в данном конкретном случае, да, человек смог пронести опасные вещества и потенциально опасное, ну, оружие. Я бы хотел сказать о другом, что, ну, не всегда те меры безопасности, которые принимаются или существуют сегодня в образовательных учреждениях, они соответствуют требованиям, которые предъявляются. И, опять же, из личного опыта, когда мы осуществляем депутатский контроль и посещаем образовательные учреждения, иногда мы тоже имеем свободный доступ в любые помещения, нас никто не сопровождает, нам никто не работает. Аналогичная ситуация может быть и с потенциально опасными посетителями для школ. Поэтому здесь, конечно, крайне важно это непосредственно отношение, ну, не только охранных агентств. Я так думаю, что это каждого сотрудника и, в принципе, каждого обучающегося. Сейчас система какая, да? То есть учебное заведение заключает договор с охранным предприятием? Да, с частным охранным предприятием, который имеет лицензию, который имеет право на применение определенных средств защиты и так далее. То есть обыкновенных вахтеров, дежурных, которые были раньше, их, конечно, уже сегодня... Но вот по некоторой информации, я повторюсь, только лишь информации, да, это не факт, что там находилась далеко не охрана, а пожилая вахтерша. Это вахтерша, да. Это уже недоработки, это уже проблема того частного агентства, которое привлекло на работу данного сотрудника и так далее. Я рад, что именно вы здесь на эфире, потому что к вам можно обращаться сразу в двух апостасах. И как к депутату, который состоит в профильной комиссии, и как непосредственно к человеку, к проректору, который имеет непосредственно отношение к образованию. Потому что мы можем здесь и одну, и вторую стороны сразу обсуждать. Но вот у нас в учебных заведениях вроде как все по инструкции, да, мы уже 4,5 года, слава богу, в Российской Федерации, да, переходный период уже, наверное, 4 раза как прошел, да. И, наверное, уже все учебные заведения должны быть оснащены абсолютно всем необходимым. Я сейчас имею в виду все эти меры контртеррористической безопасности и прочее. Вот турникеты, ограждения, прочие меры. Но по факту случилось так, что убежать из школы, да, у ребят не получилось. В том числе, наверное, и из-за наличия всего этого. Вот у нас, секунду, у нас на плазме, Леша, попрошу тебя вывести, да, вот, комментарий одной студентки. У меня подруги видели, что мальчик шел по этажу и расстреливал всех. Все двигались в сторону лестницы, чтобы выбежать, но у них не получилось. То есть в этом случае то, что должно защищать, оно в какой-то момент может стать, наоборот, своего рода ловушкой? Ну, тут есть еще одно. Это коллизия между нормативными требованиями, которые существуют по антитеррору и противопожарной безопасности. Решетки на окна и их отсутствие. Да, мы уже про это говорили здесь, в этой студии, когда была трагедия в Кемерово. Мы говорили о том, что по противопожарке там есть требования одни, как должны быть оборудованы. Двери оборудованы в выходы, что они должны закрываться изнутри и свободно открываться теми, кто идет на выход. По антитеррору это недопустимо, потому что кто-то там может открыть и впустить постороннего человека и так далее. То есть здесь, конечно, я так думаю, что должна быть система тогда более расширенная в виде наблюдения. Причем доступ к этому виде наблюдения должен быть не только у охраны, которая находится на вахте или конкретном учебном заведении. Здесь должны быть прослеживаемые записи, должны быть какие-то, опять же, умные системы. Мы говорим далеко наперед, но это все должно быть. Я к чему говорил, что говорил изначально, что в принципе это работа каждого из нас, кто находится в учебном заведении. Увидели нестандартное поведение посетителя, самого школьника, обратитесь, остановитесь, задайте вопрос. Возможно, вот он сейчас находится в таком состоянии стресса, что поговорив с ним, вы его выведете, вытянете на себя, излив вам душу. Обыкновенно расплакавшись, он принимает и переходит совершенно в другое состояние. Сиренович, мы еще вернемся к этой теме, но раз уж вы затронули непосредственно необходимость обращать внимание на поведение и ваших подопечных студентов в данном случае, или в принципе учеников, или однокурсников, если вы являетесь участником. Ольга, вот одногруппники описывают Рослякова как человека неконфликтного. Как он мог стать хладнокровным убийцей, если все было хорошо? По факту незаметно для всех первое убийство в своей жизни, вид крови, осознание того, что ты лишил человека жизни. Это же страшно, не должно разве быть какого-то ступора, а он это делал хладнокровно, повторюсь, и цинично. Ну, там совсем не так все происходит. С вашей точки зрения, что это первый раз, а у него же была виртуальная реальность, поэтому он убивал каждый день виртуально людей, врагов. Поэтому это совершенно по-другому работает. Но я вам хочу сказать, что именно вот эти спокойные подростки, спокойные, безэмоциональные, которых тиши воды... Вот совершенно верно, вот прямо с языка сорвали, в «Тихом углу» и «Чердивудис», это примерно с этой оперы. Ты совершенно не заметишь по поведению такого человека... Это такой типаж, это стандартная типология, просто на этой типологии какая-то, видимо, психопатия развелась. Типаж безэмоциональный, поэтому тут что-то увидеть было почти бесполезно. Кроме профессионального взгляда, я вот тут соглашусь с собеседником, что вот вещи, которые он нес, это же были какие-то сумки, рюкзаки, вот это должно было насторожить, но необычно того, с чем человек пришел в колледж. Например, мы студенты, мы смотрим, с чем они приходят, папочки, сумочка, пакет, и то у нас проверяют, у нас очень строго. Мы просто выходим даже на улицу подышать воздухом, возвращаемся, и мы показываем преподавателям каждый раз удовлетворение, и мне это очень радует. И мы всегда этому радуемся, что у нас безопасность в университете просто... Ну, вернусь к этому парню, поэтому увидеть что-то было там почти бесполезно, поверьте. Это такой вот скрытый типаж. Сергей Иванович, мы вот услышали ваше мнение как педагога, касательно того, что необходимо держать в ухо вас трудо и постоянно присматривать. А теперь вопрос к вам как к депутату. Вы только что сказали о том, что у нас есть своего рода коллизии в этих инструкциях, от МЧС или от других ведомств, которые занимаются антитеррористической безопасностью. А как это решить? Одно исключает другое. Это что, на федеральном уровне? Или вы как депутат и ваши коллеги можете инициировать? Нет, инициировать-то мы можем, но все равно законы принимаются исключительно на федеральном уровне, данного уровня закона. И после Кемерово была законодательная инициатива, направленная на изменения в пожарном законодательстве, противопожарной безопасности. В основном было направлено на то, что необходимо проводить разъяснительную беседу, на то, что необходимо проверять постоянное учреждение. Вы до сих пор видите и отслеживаете, что закрываются торговые центры, проверяются кинотеатры. Добавок ко всему, обязательное страхование добровольное. То есть его необходимо усилить. Обязательное или добровольное? Обязательное страхование. Я имею в виду, в данном случае страховщики возьмут на себя тоже роль контролеров дополнительных. Что касается данной ситуации в школах, то здесь нельзя все усилить и запретить, если так разобраться. То есть нельзя, чтобы все заходили, их полностью просвитчивал рентген и так далее. Просто система должна быть направлена следующим образом. Элементарно, сегодня рамки в школах существуют. Во всех школах? Во всех учебных заведениях есть рамки? В общепризывательных школах во всех существуют сегодня рамки. Техникумы, колледжи, институты? В техникумах и колледжах еще, сколько я знаю, не во всех. В высшем учебных заведениях тоже не во всех сейчас стоят рамки. Но это все работает, и это обязательное требование при реквитации и лицензировании. Но сколько я знаю, в Керченском колледже были рамки? Здесь вполне возможно, да. Я, честно говоря, не знаю. Что касается дальше, то есть электронная система, система пропуска по документам, опять же требует внимательного отношения человека, который сидит за компьютером, совпадает ли фотография, которая высветилась на компьютере, дефицируется ли посетитель. То есть это тоже опять человеческий фактор. Поэтому, ну, как бы мы с вами не запрещали, что бы мы с вами не делали, ну, все равно мы упираемся в человеческий фактор. От нашего поведения, от нашего внимания зависит, в принципе, наша с вами безопасность. Иногда даже вот, ну, я так думаю, надо проводить и учения проводить, разъяснять, куда в случае возникновения чрезвычайной ситуации должны направляться дети, направляться сотрудники, кто, находясь в той или иной части здания, должен выходить к выходу один, два, три и так далее. Ну, есть еще такое понятие, как теория и практика. Очень сложно, да? Сложно, но чем чаще мы проводим данные мероприятия, тем больше у нас появляется навыков, вырабатывается, ну, практически автоматизм поведения в данной ситуации. Ольга, вот одна соседка Рослякова, вернемся, да, к этой ситуации, говорит, что он с детства был жестоким и имел тягу к оружию. Другая настаивает на том, что он был хорошим мальчиком. Но то, что Владислав был со странностями, наверное, это все-таки факт, и все с этим согласятся. Кстати, в сети появились комментарии подруги Рослякова о его взаимоотношениях с однокурсниками. Вот мы говорим о том, что Владислав постоянно говорил мне о том, что он часто ссорился с окружающими и потерял доверие к людям. Одногруппники начали унижать его. Он не хочет жить и хочет отомстить за эти издевательства. Насколько вот такая версия и насколько такой мотив имеет право на жизнь? Ну, я уже сказала, что здесь причин много в одной точке, да, сошлись. Если верить этим данным, потому что очень много вбросов, и это печально, потому что чем больше сбросов, тем больше точек отчета у нас появляется новых. И, например, вот совершенно пару минут назад я узнала, что, оказывается, его отец был на учете в психиатрической клинике. Если это так, то тогда вполне может быть и наследственность определенная. Тогда можно говорить уже о диагнозе, о котором вы сказали в начале передачи. А если говорить о том, что говорят его соседи, то для специалистов это неудивительно, потому что все наши проблемы психологические начинаются с детства. А отец ушел из семьи. Мальчику очень нужен отец для развития, для идентификации мужской. Поэтому то, что в детстве могли уже вполне проявляться вещи, которые появились затем в таком возрасте, в юношеском возрасте, где личность еще тоже нестабильна, это закономерно и это ожидаемо. Ольга, еще как психологу, еще один однокурсник Рослякова говорит о том, что видел его в тот самый день, и Росляков вел себя абсолютно адекватно. Он общался и даже в разговоре с однокурсниками шутил. Да, это заметить очень сложно. Но как, у меня не укладывается в уме, как у человека, у которого в голове его созрел такой план, ужасный план, и неужели он в состоянии вести себя абсолютно? Да, это скрытые очень люди. Я бы даже добавил, что чаще всего по статистике, те, кто совершает самоубийство, они накануне самоубийства ведут себя абсолютно адекватно и ровно. Совершенно верно. стипендию, да, учитывая, что там даже средняя стоимость ружья, да, помпового, 12-й калибр, это порядка там 30-40 тысяч, да? Да, 25 и еще. И, кстати, у нас есть видео, да, вот парень рассчитывается, здесь он покупает патроны, и видно, что у него в руках тоже есть пачка денег. Вот в этом случае какие предположения, где он взял эти средства? Я бы тут не про средства говорил, а о другом. Кто ему выдал справку на приобретение данного оружия? То есть пойдем дальше. То есть справка по любому нарколога, психиатра, для того, чтобы получить... Но если он не стоял на учете, но если он не стоял на учете... Вот это уже проблема социальная. Нет, но вот в этом случае должны же быть какие-то обследования, как бы он должен принести свежую справку, нет? Нет, он не стоит на учете, и все, это справка. Но вот это как раз-таки вскрывается проблема, которую мы должны тоже решать. То есть если предположить, что у него есть наследственность, если предположить, то тогда, конечно, к этим детям и подросткам должно быть более пристально... Ольга, он студент 4-го курса, то есть он 4 года назад, как минимум, проходил... Я вам как психиатрическое... Да, экспертиза, освидетельствование. В отношении денег тут, опять же, с нашим уровнем всевозможного микрокредитования, каких-то козитных союзов, чего угодно. У нас есть версия, что это компьютерные игры, скорее всего. Ну, компьютерные игры, да, ставки. Он же был совершеннолетним, ставки на спортивные игры. То есть деньги добыть он мог где угодно. Да, когда такая цель стоит, такая вот его, ну, прям уже маниакальная цель, тогда он точно, это уже проблема не является для него проблемой. Это точно. Сергей Владимирович, вот информация, да, появилась о том, что... Сначала появилась информация о том, что он зашел через главный вход, смешался с толпой студентов, его просто не заметили. Потом появилась информация о том, что он зашел все-таки через черный вход и там переоделся уже, но даже если через черный вход. А черный вход не охраняется? Ну, вообще, такого понятия, как черный вход... Запасной. Ну, запасной выход. Запасной выход, опять же, он должен быть закрыт. То есть снаружи на него попасть... То есть это снова недоработка. Это снова недоработка той охранной фирмы, которая взяла на себя обязательства по безопасности данного учреждения. Да, вот мы видим, как он движется как раз к запасному выходу для него входу в данном случае. Ну, опять же, на этом видео видно, что негабаритная сумка у человека. То есть необходимо понимать, что должен привлекать внимание данный посетитель. Не он должен привлекать внимание, а, наверное, на него должны обращать внимание. Именно те, кто ответственны за безопасность. А ответственных за безопасность, по сути, там не было. Вот мы об этом сейчас говорим. Вот вы один из руководителей крупнейшего в Крыму вуза. Кроме многочисленных факультетов, институтов, в КФУ есть и аффилированные колледжи. Вот в вашем вузе приняты меры, достаточные меры для того, чтобы подобного не случилось. Ну, знаете, как-то обжившись на молоке, на воду, да и наоборот. Но я хотел бы сказать, что беспрецедентных мер безопасности не бывает. И все равно, вот мы вчера, когда данные события произошли, мы все равно издали меры о дополнительном обусилении мер безопасности. Сказать о том, что мы там абсолютно защищены, опять же, я так утверждать не могу. Почему? Потому что, опять же, мы упираемся в обыкновенный человеческий фактор. Скажите, у вас пункты, планы обеспечения антитеррористической безопасности? Есть у нас и пункты плана, и есть, получается, у нас паспорт безопасности объектов по всем выполнен. Поэтому здесь, как бы, информация есть, работаем. Там, как положено, подпись ответственного и об исполнении ответки. Эти документы есть. А вот я хочу сейчас, чтобы режиссер вывел на плазму нам такой же документ, да, но вот Керченского колледжа. Вот мы смотрим, что действительно план есть, план мероприятий по обеспечению безопасности. И подпись есть. А вот отметок об исполнении нет. Как такое, в принципе, возможно? Это уже к вам вопрос, как, наверное, к члену профильной комиссии. Нет, отметки по исполнению. Но это, опять же, мы, как комитет по образованию, можем это в качестве инициативы проверять. Так как такового это не является, ну, как обязательной нормой. Для этого есть специальные службы, которые... Нет, я не говорю о том, что вы проверяли или нет. Я говорю, что отметки должны стоять. Отметки должны стоять. То есть кто-то не проверил. То есть мы сделали план, должен пройти соответствующий компетентный сотрудник, который должен сделать отметки о том, что этот план, ну, соответствует этапу выполненной и так далее. Спасибо. Все, что хотелось бы. Ну, я хотел сказать, что вы про зам директора по безопасности. То есть это действительно сегодня крайне необходимая должность, которая должна находиться или быть в каждом учебном заведении. Но, к сожалению, не уберегло в любом случае. Ольга, вот Следственный комитет назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Рослякова. Остается догадываться, какие результаты, в принципе, будут. Но неужели в учебных заведениях нет психолога, который должен обращать внимание на подобного рода какие-то отклонения или нестандартное, необычное поведение? В конце концов, он получил все-таки разрешение на ружье. Здесь, опять же, возникает вопрос. Вот в этом случае как? Я не знаю, справку сейчас можно купить, нет? Не думаю, сейчас очень строго с этим. Ну, я просто задал вопрос, он повезло. Просто критерии, по которым оцениваются, я думаю, вот здесь больше проблема, по которым оцениваются нормы патологии. Насколько сложно определить, вот есть у него какие-то психические отклонения или нет? Ну, знаете, ну я бы все-таки, вы такой хороший вопрос задали по поводу психологов в школе, да? И я, пользуясь случаем, когда выступаю на различных площадках, я тут же говорю о том, что психологов в школах мало. Одного психолога на целую школу столько людей, и вы говорите изменение поведения, а я вас уверяю, здесь невозможно было разглядеть изменения в поведении. Поэтому я призываю к тому, что психологу должно быть какой-то процент психологов на количество детей, чтобы более тщательно психологи могли вскрывать проблемы и семейные, и просто кризиса подростковая, любого другого кризиса. Поэтому я, пользуясь случаем, всегда призываю к тому, чтобы пересмотреть и вот эти вот нормы. Потому что один психолог, какой бы он там ни был, он не справляется с таким количеством детей. И вот следом, я бы еще хотел бы что-то добавить, если в тему. Просто, да, именно про психологов. Здесь, опять же, необходимо, чтобы родители поговорили с детьми, потому что психолог – это не психиатр. То есть это вполне нормально, что ребенок в случае возникновения какой-то там в школе проблемы или даже дома какой-то проблем пройдет и поговорит с психологом, с посторонним человеком. Психолог – это специалист, который может понять, может направить мысли ребенка в нужном направлении. То есть это не должно быть, ну, зазорным, что ли, или неадекватным поведением. То есть психологи для того и существуют, чтобы помогать, направлять мысли. Ну, это обычный специалист, которому в случае необходимости нужно обратиться. Ольга, вот в начале года похожие случаи были и в Перми, и в Улан-Удэ. Вот в момент совершения преступления Росляков тоже был одет в темные штаны, да, и светлую футболку с какой-то надписью. Юноша, наверное, подражал своему кумиру. Все мы знаем Эрика Харриса, устроившего бойню в 99-м году, да, в США. Даже оружие у него точно такое же было. И не он первый, да, таких подражателей много. Много можно ли вот его, керченского убийцу, поставить в один логический ряд вместе с ними? Ну, в какой-то степени, да. Почему? Потому что мы говорим, что в этом возрасте юноши, они нуждаются в определенной идентификации с образом, с мужчиной, с каким-то героем. Но у нас сейчас все это утеряно, и вот идеалы как-то сильно искажены, и ценности очень нарушены. Поэтому, конечно, был выбран такой антигерой. Но то, что эта идентификация должна была, это просто природой такой заложен процесс. И поскольку ничего не нашлось более, может быть, вот такого ценного для этого подростка, вот он взял такой негативный образ. Очень это может быть. Сергей Иванович, вот на сегодня некоторые депутаты уже подали ряд инициатив. Да и, в принципе, в сетях, да, очень много сообщений, требований даже каким-то образом усовершенствовать законодательство, ужесточить его в плане приобретения огнестрельного оружия или, в принципе, оружия. Вот вы считаете, это решит проблему в этом плане? Потому что, насколько я знаю, в тех же штатах был такой опыт, когда они хотели и даже выдавали преподавателям оружие. Насколько это реально поможет в случае подобного рода решить? Ну, тут опять психология заключается в чем? То есть, что человек, когда идет с оружием, он понимает, что у твоего потенциальной жертвы оружия нет. То есть, он понимает, что он идет на беззащитных людей. И поэтому, ну, в Америке рассуждали, что наличие именно оружия у преподавателя, это как бы сдерживает поток. Но просто от помповых оружия, когда тут приходят к огнестрельному оружию, которое, ну, автоматически в очереди выдает, и то есть, сила на сила, здесь не решить вопрос. Я, наверное, сторонник того, чтобы ограничивать оборот оружия. Если лично мое мнение, то есть... Для всех. Для всех категорий. И ограничивать количество этого оружия в руках одного человека. То есть, если ты коллекционируешь оружие, тогда это оружие должно быть небоевое. То есть, пожалуйста, приведите его в небоевое состояние, то есть, и храните у себя дома. Количество боевых единиц должно быть ограничено. У нас остается там меньше минуты времени, но, Ольга, хочу задать последний вопрос вам. Вот незаметно и тихо для общества, да, можно сказать, что кто-то работает с молодежью через определенные группы в интернете, и это можно понять, да. Вот насколько Росляков мог подвергнуться такому влиянию? Стоит заметить, что все данные с его компьютера он предусмотрительно удалил. Тоже, наверное, не зря. Ну, вы знаете, есть такая версия, рассматриваем, что это могло быть влияние, где-то он обучился, все до совершенства доведено. Но я не удивлюсь вместе с моими коллегами, что этот человек в одиночку все это сделал. Это очень продуманные люди, педантичные, и этот план наверняка очень давно был спланирован. Поэтому лично я, как специалист, склоняюсь к тому, что он все-таки один, но нам нужны все-таки факты. Хотя не исключено. Благодарю. Господа, ну, чтобы мы здесь не обсуждали, время вспять не вернуть и деток уже не спасти. Главное, чтобы такого больше не происходило. Керчь, мы с тобой. Всем спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова